На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте! В субботу пройдут очередные поединки Второй Лиги Чемпионата Беларуси по футболу. В восьмом туре национального первенства Рогачевский Днепр отправится в гости к энергетику БГАТУ. Гомельский Бумпром проведет поединок на выезде с футболистами Осиповичей. Жлобин поедет в Могилев к местному Днепру. А жидковический миллиоратор на своей площадке примет перший регион из Малориты. Сергей Тополь может продолжить карьеру в жлобинском металлурге. В минувшем регулярном сезоне 35-летний нападающий из России набрал 37 очков в 52 играх за Гомели, стал лучшим бомбардиром клуба. Плей-офф форвард добавил 2 очка в 6 поединках. На сегодня Сергей Тополь является свободным агентом. 20 лет назад в областном центре появился бойцовский клуб «Легион». Сначала в нем проходили тренировки по рукопашному бою. Сегодня здесь параллельно развиваются еще несколько направлений. Боевое самбо, панкратион и ММА. За 20-летнюю историю в клубе сформировался свод правил не пить, не курить, не вступать в драки. Спортсмены, нарушившие запрет, уходят из клуба. В «Легионе» уделяется внимание и профориентации. В дальнейшем спортсмены этого клуба могут найти свое место в силовых и правоохранительных органах. Судя даже по отзывам, кто на самом деле занимался целеустремленно в частных соревнованиях, они даже по-другому себя показывают в службе. Не со злостью, а наоборот они понимают, что такое удар, бросок, что такое вкус победы. И наоборот ведут себя спокойнее, могут адекватнее реагировать на те сложности, с которыми мы сталкиваемся в службе ежедневно. Нынешний руководитель «Легиона» Леонид Кривошей стоял у истоков создания клуба. Работа ведется на протяжении года. Зимой спортсмены отрабатывают технику в залах. В летнее время выходят на улицу. Кроме того, участники клуба регулярно ходят в походы, сплавляются на байдарках и активно отдыхают. Спортсмены сюда приходят обучаться в возрасте не младше 8 лет. Набирают новых бойцов ежегодно осенью. Главный критерий отбора – желание заниматься. Пришел мальчик заниматься с полного нуля. Год занимался, за год ему попало поучаствовать в трех боях с чемпионом мира на разных соревнованиях. Нос сломали. Тяжелее же перед ломоц, скалявшийся не восстановится. Но вот он прозанимался ровно год и сломастером спорта в Ростоке Беларуси. С моей точки зрения, это, наверное, идеальный вид спорта при хорошем еще коллективе для воспитания характера. Прозанимавшись усиленно при помощи родителей, взаимодействия с родителями, прозанимавшись с какого-то возраста до совершеннолетия, прозанимавшись смешанными наборствами, на самом деле ребенок станет, ну уже парень станет по-настоящему взрослым, честным, справедливым. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.